Народ, всем здорово! Сегодня у нас на повестке дня обзор квартиры для поздних переселенцев. Сегодня был очень сложный день и очень много было сделано делом. Первым делом нужно было сегодня забрать перевод казахстанских прав для сани, для автошколы, потому что казахстанский перевод не котировался, нужно было сделать который Anerkamte in Deutschland. Поэтому мы перевели, перевод стоил 60 евро, потом собрали все, приехали к Штарсенферкерсамт, это отделение, где ставите вы заявление не то, что в автошколу пришли, а заявление в город, что вы хотите получить права здесь учиться и так далее. В общем, отправили, все это сделали, все нормально. Теперь, после мы поехали, поехали в колледж для дочки, там тоже их пробыли, там показали тебе класс, выяснили на каких автобусах ехать. В общем, делов очень много. Потом прибежали, сделали прописку на эту квартиру, сразу же заказали паспорта на троих санях. Остается с казахским гражданством, с казахстанским гражданством. А жена и двое детей получают немецкое гражданство. Пришлось сделать опять же фотографии немецкие, потому что казахстанские фотографии не подходят. Сказали, очень плохое качество, вбили в компьютер, они не подходят. Так же, Сэн? Да, качество все плохое, что не подходит, то, что мы делали в Казахстане, этой фотографии не подошли, пришлось переделать фотографии. Так, все, уже вроде бы потихонечку движемся вперед. За фотографии заплатили сразу же 36 евро, вернулись с фотографиями, сделали заявление на паспорта и пришлось заплатить на троих еще 82 евро. И очень часто спрашивают, остается ли казахстанское гражданство или нет. Да, сказали, казахстанское гражданство остается, у них теперь двойное гражданство. Не знаю, как оно будет дальше, так что вот, тоже ответили на вопрос. Но сейчас прибежали, фирмитер тут, в квартире, он сейчас там расскажет, что было сделано. Но я вижу, что уже батареи покрасили. В общем, квартира 73 квадратных метра на четверых, трехкомнатная. Сейчас пробежимся и покажем вам, что да как и где. Ну, в целом, хотелось бы еще добавить, что с самого утра, и вот сейчас уже до 15.00 мы газовали, газовали, но уже практически все, что нам нужно было, мы на сегодня сделали. И я этому очень рад. Так, друзья, ну что, начнем. Фамилию уже написали им. Вот входим, квартира. Здесь небольшой коридорчик. Сразу же выходим, здесь гостевая зона, здесь ставится столик, стулья и здесь зал. Здесь будет диван, здесь стенка. Вот такой вот зал. Видно, что побелили здесь и покрасили батареи, как фирмитер нам сказал. Это его документики здесь. Сейчас он все расскажет, конечно же, нам покажет тоже. Да. Первый этаж. Выйдем сразу же сейчас на балкончик. Вот так вот выглядит балкон. Чтобы вы понимали, на что могут рассчитывать поздние переселенцы. Вот здесь вот грильная зона. Пожалуйста. Могу вам сразу, друзья, сказать, что вот в соседней квартире, вот здесь вот, мы прожили с Натальей долгое-долгое время. У нас квартира точно такая же была, зеркальная. Также с детишками. Все дети у нас родились и жили в этой квартире. Так, идем дальше. Так, я вот здесь вот еще одна комната. Можно назвать ее первая или вторая. Везде лежит ламинат. Хорошенький окно есть. В принципе, обживаться, да, конечно же, придется им долго, так как мебели ничего нету. Ну, потихоньку будут покупать все. Куда деваться? Когда-то все начинали с нуля в Германии. Здесь кладовочка с счетчиком. Такая небольшая. Здесь ящик есть. Можно положить что-то. У нас всегда сверху обои лежали. А здесь у нас вода стояла всякая такая. Электрика, да, здесь электрика, друзья. Следом. Вот такая вот комната. Это, скорее всего, будет комната, как у всех. Родительская спальня. То есть для вас, Саня, будет, да? Посмотрим. Не знаю, думал, здесь детскую сделают, а там родительскую. Ну, смотри, как лучше. Но сколько, я знаю, в гостях бывал в таких квартирах, а не стандартам здесь. Там чуть побольше. Смотрите, как вам удобно будет. Вот такая комната. Вот это вот кухня, друзья. Здесь, вот где вы видите плитку, здесь встанет кухня, ящики. Умывальник. Небольшая. Здесь тоже, конечно же, можно будет сделать небольшую обеденную, так называемую, зону, где можно будет покушать. Столик небольшой. Ну, все уживаются нормально. Всем хватает. Ну, видно, что все поберили. Коридор здесь. У меня вот в таком месте всегда висел турник. Прочная стена здесь. Турничок подтягивался. Ну, и вот это вот, соответственно, туалет. Туалет с ванной. Плитка все аккуратненько, чистенько. Вот здесь вот счетчики на воду. Это все надо будет списать, записать. Есть также подвал. Подвал вам покажем. Что хорошо, Саня, скажи, это то, что первый этаж. Первый этаж это супер. Да, и для ребенка хорошо, что мы не переживаем. То, что, может, там какой-нибудь будет третий этаж или что-нибудь вывалится, или еще что-то. Ну, и у человека хорошо, что таскать ничего такого не надо. Первый этаж сразу зашел с балкона, что надо подал. Вот так через окно. Да, да, удобно для закупки, для всего. Здесь станет стиральная машинка сзади. Также счетчик под воду здесь. Мывальник. Ну, вот такая вот ванна. В принципе, супер. Супер. Конечно, планировку можно делать, как захотите, по вашему желанию. Как поставить здесь куда, что и где, и как. А также, друзья, поставили уже машину на учет, сделали номера. Сейчас я вам немножко видео вставлю, как мы это все делали. Расскажем немножко, покажем. За номера в общей сложности с заказным номером нужно было заплатить 90 евро. Ну, плюс-минус там копеечки, да. Не считается уже вот так вот. Всем полезная информация, я думаю, пригодится. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, поставили на учет машину. Вот такие вот номера Саня выбрал. Саня, тебе вручают, еще их в руках не держал. Только сейчас напечатали. Поздравляю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот для парковки. И рамки новые взяли. Часы 2.50 стоят, а рамки 1.6.50. Вот так вот. Все. Саня, сегодня ты уже можешь гонять на машине. Да. Но не гонять, Германии надо ездить. Да, аккуратно. Здесь быстро ездить нельзя. Будешь гонять, будешь платить штрафы. Давай. Хорошей дороги. Все, всем. Ни гвоздя, ни жезла. Да, всем спасибо. Давай, Санек, сегодня уже можешь стартовать. Уже и чайник купили для дома. Вот. По ходу дела по мелочи соберем. Ну, все новое, не хочет залазиться. Ага. Должно все защелкнуться конкретно. Все. Оба, вот так. Есть. Есть. И здесь есть. Все. Все. Задний готов. Плотно стоит. Все держит. Отлично. Смотри, как выглядит, а. Да. Вообще обауденно. Осталось ее загнать еще на мойку. И все нормально будет. Сейчас. Последний штрих еще. Передний номер. Все. Все. Во. У тебя даже лучше получается, чем у меня. Раз, раз, раз. Видал, как? Плотнее. Там тут уголок. Ну, все, Саня. Голливудская улыбка теперь только. Где? Где голливудская улыбка? Все классно. Все. Дома. Да. Ну, все, друзья. Переняли ключи. Составили протокол передачи. Все осмотрели. Он нам сказал сейчас фирмидер, если... А фирмидер это арендодатель. Вдруг люди, живущие не в Германии, не знают. Так вот, он нам сказал, если где-то вы что-то даете, что-то сломано, где-то окно там, ну, запишите. Пока потихоньку будете заезжать, может где-то что-то найдете. И тогда он уже вышли в фирму, чтобы починило все, что вы где-то заметили и вам не нравится. Чтобы сто раз фирму не высылать. Вот такие дела. Ну, в принципе, так все нормально. Сейчас с вами пойдем посмотрим подвал. Ключи выдал по три ключа. Это на входную дверь, на боковые, на подвал, на всю эту тему. В принципе... А, друзья. Да, друзья, совсем забыл сказать. Сколько же, это же самое интересное. Сколько же стоит 73 квадрата на семью. Квартира будет стоить 770 евро. Это варм, это с отоплением. А свет еще нужно будет платить отдельно. Вот так вот, друзья. Имейте в виду. 770 евро, 73 квадрата. И свет будет отдельно. Вот такие дела. Ну, пойдемте поздравим. Семью где-нибудь тут спрятались. То есть, один спрятались. Ребята, ну что, поздравляю вас. Все, спасибо. Кто-то прячется. Поздравляю тебя, зрители поздравляют. Всем спасибо. Ну как, прикинь? Как теперь? Смотри, сегодня и документы заказали, и очень много что сделали. И машина на учете, и квартира есть теперь. Осталось ее немножко обставить, и все будет хорошо. И язык подучить. Любимые немецкие. Ну пойдемте посмотрим подвал, там откроем еще. Везде есть раухмельда. Это противопожарная сигнализация батареи здесь. Может кто-то не знает, кто-то в Германии живет, кто-то знает. Счетчик есть, все сверлили. Вот так вот раз, подкрутили. Выставили нужную температуру вам. Раз на троечку, например. И греетесь, она сразу начинает греть. Удобно. Первый этаж здесь можно будет и грилить, и все на свете. Сейчас окошко откроем. Раз, и отсюда уже шашлычки подавать. Классно. Стадионы. Преимущественно, что здесь машины не ездят. И тишина с этой стороны. Нет шума, загазованности. Только футболисты играют иногда, да, шумят. Но это, наоборот, приятно, когда люди спортом занимаются. Ну пойдемте посмотрим подвал. Как я и сказал, что первый этаж это очень удобно. По закупке, по всему. Включаем свет. Так, раньше у меня... Вот я жил же в этом подъезде, да, и вот это был мой подвал. И вот это тоже место все было мое. Здесь все мои вещи стояли. Вот подвал, он открытый. Включи на него тоже дали. Свет. Подвал довольно-таки большой. Полочки. Фермиттер спросил, их убрать или оставить. Естественно, сказали, оставьте. Инструмент, что-то где-то, даже обувь старую положить уже есть. А так вообще, конечно же, по вашему желанию, должны сдать квартиру пустую. И также подвалы, все это из квартиры. Дверь. Тут доски есть какие-то вот еще. Ну, большой подвал. Большой. Тут можно много чего хранить, чего неудобно. Это чужой, чужой не надо заходить. Это просто не закрытый. И потом, смотрите, я на выключает там свет. Пойдемте, я вам еще покажу. Вот здесь есть комната для сушилки. Сушить вещи. Так. Вот здесь сушилка. По идее, она должна быть открыта. Но почему она закрыта, я не знаю. Вот. Веревки, возможно, еще я когда раньше натягивал здесь. Вот здесь можете постирать вещи и сушить их. Ребята, вот здесь неплохо. Ну, также, может, какие-то мебель, возможно, какую-то перед выкидкой также спустили, поставили. Ну, тоже большая комната, большое помещение, да, складировать. Это общий, да? Это общий, да. Общий, закрывается. Раньше его не закрывали, вот здесь открытый бум. Ну, как видите, вещи никто не сушит. Так что, если кто первый начнет, кто первый начнет сушить, того комната и будет постоянно. Ну, и также, друзья, вот тут вот боковая дверь. Вот этот подвал также под велосипеды, тоже общий. Можно ставить здесь велики. У меня висела здесь груша. Вот это в свое время я сверлил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соседи были не против, поэтому я пользовался, как хотел, подвалом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень дружно жили со всеми. Места, конечно же, хватает. Приехали, закатились сюда, велосипед поставили. Все. Да хоть даже мотороллер маленький. Никто вам ничего не скажет. Свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Саня, скажешь? Теперь здесь можешь гулять, когда скучно будет. Ну, да. Знаешь, как здесь всегда русаки делали? Пойдем сюда ближе на свет. Здесь русаки всегда делали так, что, когда вот жены ругаются, все подвал, это мужская зона, как гараж. Хоть в Казахстане, хоть в России, везде же так было. Ну да. Все. С мужиками сидишь в подвале и нормально. Тем более здесь такая комната обогреваемая, все дела. Да-да. Сам видел. Сразу же я проверю почту, вдруг что-нибудь уже лежит. Рекламка. Смотрите, первая почта, это для вас реклама. От Кауфланда. Держи. Поздравляю. А все, благодарил. Ну, в принципе, друзья, все. Поделили с вами полезной информацией, на что могут рассчитывать поздние переселенцы, сколько примерно стоит квартира. Конечно, каждый же город везде по-разному. Даже район, разные фирмы, все по-разному. Но, тем не менее, ребятам желаю удачи. Прописка есть, квартира есть, подведем итоги. Здоровье есть, машина. Что еще нужно? Язык подучат. Трудоустройство тоже, я думаю, будет все хорошо, да? Все будет, да, хорошо. Все будет, да, хорошо. Ну, уже меньше переживалок, да, всяких? Да. Осталось за малым. Все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра.